Дорогие друзья, мы продолжаем последний мастер-класс нашей конференции. В этой комнате параллельно другой мастер-класс. И потом у нас будет подведение итогов. И я рад представить вам российского художника-визионера Олега Королёва. Я сам недавно с ним познакомился. Хотя, конечно, слышал о нём от других художников-визионеров. С которыми я познакомился до этого. Алекс Грей публиковал работы Олега в своих печатных изданиях. И Олег, насколько я знаю, единственный российский художник, который лично учился у отца-основателя вообще всего фантастического реализма, современного Эрнста Фукса. И узнал несколько самых важных секретов Эрнста Фукса о тайнах старых мастеров. Это непревзойденный мастер, и от него берёт направление как раз в сети. Ну и также Олег знает всё о визионерской живописи, всё о художниках-визионерах. Он с ними дружит, знает, переписывается, они устраивают совместные выставки. Сейчас параллельно, а только что открылась в галерее Шанти, выставка визионерского искусства Олега, выставка продажи. То есть там даже можно приобрести его работы и заказать у художника работу, например, свой визионерский портрет. Ну а у нас с вами уникальная возможность из первых рук от мастера узнать самую сокровенную тайну того, как из ничего возникает всё. То есть в этих лучах света, в визиях, и чего это стоит, на каких путях это может достигаться, и даже немножко в мастер-классе потренироваться в этом. Здесь есть листы бумаги для практической работы, ручки, карандаши. Если кому-то нужно, то вы можете брать. Здравствуйте. Конечно, да. Но это вот, когда, так сказать, будем обсуждать этот момент, тогда и можете взять сейчас, как и есть. Вообще будет эта вся моя, так сказать, состоять из основных трёх частей. Первая, там слышно задний, да? Первая часть... Солистик. Да. Первая часть посвящена, так сказать, задачам Visionary Art. Вторая – о его истории. И третья – небольшой практический курс, в общем, который я дам первый раз, потому что эта техника, в общем, достаточно оригинальная, и вы сможете снимать некую информацию с любых вещей. И при помощи этой информации создавать метафорические информации, создавать композиции и дальше, так сказать, прикладывая в каждую степень своей, так сказать, учёности, образованности в искусстве знания и создавать композиции, так сказать, визионерского характера. Что такое Visionary Art? То есть визионерское искусство, или как его называют на Западе, Visionary Art. Это искусство обращения к тонким мирам посредством практик работы с изменённым психическим состоянием, близким к трансу. Для чего это делать, я расскажу немного позже. Вообще, для обозначения типа изменённого состояния сознания физиологи различают уровни и амплитуды работы мозга. У меня нет линейки и прибора, который бы мог каждый раз изменять его работу, поэтому обращаюсь к наукообразности. Для удобства описания непостижимого действия сознания я всё же имею в виду, скорее всего, некую метафору. Я не претендую на научность, когда я говорю о цифрах и уровнях, так сказать. Поэтому символически разделив глубину изменения сознания на уровни, но обозначив их так же, как и специалиста, я позволю себе выделить эти хвосты психики для их описания. Таким образом, условно говоря, в обыденном, бодрствующем, тревожном, критически настроенном состоянии ума человеческий мозг работает на бета-уровне. Так называемые бета-волны — это быстрые волны с низкой амплитудой, приблизительно от 14 до 23 циклов в секунду. Это обычный этаж объективного восприятия мира, тот уровень, где питает большинство наших страхов и сомнений. Это сфера ожиданий, исполнения желаний, жажды, погони за грубым наслаждением от обладания объектом, а также уровень отвращения. Обычно на этом плане живут банальные реалисты, воспринимающие мир просто как механический набор объектов, как мир феноменального. Мистический реализм, в философских рамках которого пребывает виженный арт, кажется для них загадочным, так как он апеллирует к новоменальному миру, постигаемому в нечувственном. Он, мистический реализм, он начинается тогда, когда речь идет о тонких энергиях и их действиях. В этом смысле, если перевести шкалу оценок на европейскую христианскую почву, то мистический реализм очень близок к православному учению о божественных энергиях. Гоносиологический мистический реализм также не находится в каком-то безвоздушном пространстве и противостоит, с одной стороны, например, романтизму, как порождению очарованного, пьяного от горлости ума, соответствующему часто католицизму, его легалистической самоуверенности в первенстве и непогрешимости, а также, с другой стороны, прагматизму, сверхпрактичному наследию протестантской мысли, видящему смысл только материальной пользы. Часто выставки визионерского искусства как художественного артефакта прямого переживания включает в себя и псевдо-визионерство псевдо-буддистов или псевдо-шаманов, то есть банальные фэнтези. Кроме того, фэнтези отличаются, например, от фантастического реализма тем, что последний чаще всего создается на основе фантазийных интерпретаций различных священных текстов. Это мы можем встретить в работах мастеров венской школы фантастического реализма Эрнста Фукса, Арика Брауэра, Эрнста Брузека и других. Все это в основном католики, перенесшие личное римско-католическое, то есть романтическое сознание в искусство, а сформированное в пространстве модерна. Кроме того, к вижней арте, к псевдо-визионерскому фэнтези, а также к фантастическому реализму часто примыкает так называемый «имагинатив арт», не имеющий претензий на аутентичность введений и не опектирующих священным текстом. Все еще попадаются старые сюрреалисты, как производная психоанализа Фрейда, строящая свои композиции на психическом автоматизме. Бывают и картины, созданные в результате психотерапевтических практик. То есть, когда больной человек, когда художник болен психически, он манифестирует на свой хвост психический влог. Ему становится легче, но при этом зрителю предлагается все это съесть. Подводя итог, под этим списком видов, аффилированных с другом стиле, хочу добавить, что сознание, являясь чем-то очень подвижным, часто смешивает состояние. Художественная работа не всегда является совершенно определенным и относящимся исключительно к одному из этих видов. Говоря же об аутентичном виженной арт, нужно заметить, что визионерский уровень начинается на альфа-уровне сознания. Он соответствует трансу в особом состоянии одновременной расслабленности и концентрации сознания. При этом настройка на него осуществляется при помощи соответствующих техник, которыми так богата мировая трансовая культура. Область действия, которая начинается на базовом, опять же, говорюсь, условном альфа-уровне, когда скорость ритмов мозга достигается от 8 до 13 циклов в секунду, он отличается как бы от обычного бодрствующего состояния сознания, бета-уровня, так и от уровня глубокого сна, тета и дельта, с его амплитудой от 1 до 4, хотя это уровень от 4 до 8 соотносится еще с уровнем глубокой медитации или молитвы. Многие могут задаться вопросом, для чего нужно работать с тонким миром недостаточно грубого обыденного мира, объектов и явлений. Не стоит ли ограничить себя работой с натюрмортами, пейзажами или портретами? Думаю, любой художник, нет, любой человек, который хотя бы в жизни видел сон, поймет, что реальность не так проста, а присмотревшись, осознает, что она многослойна и многопланова. Мне кажется, все мы видим сны. В принципе, любой человек, увидевший сон и потом изобразивший в нем увиденное, может назвать себя художником-визионером. Вот если вы увидели сон, проснулись и зарисовали, то вы уже виженали художник. То есть визионерство – это не что-то из ряда вон выходящее, это совершенно естественное для человека дело. Кроме ночных сновидений, существуют также так называемые дневные сновидения по-английски, их называют daydream, а по-русски – грезы. Считается, что нормальный человек каждые полтора часа совершенно естественным образом ходит в транс и видит daydream. Транс отличается от обычного состояния сознания направленностью внимания. При нем активизирован внутренний фокус, направленный на ощущения, образы, воспоминания, фантазии. Для нашего внимания туда течет и энергия, интерпретирующая реальность, таким образом одновременно ее и создающая. В одном случае оно направлено на внешний мир, и мы видим мир объектов, в другом мир грез, в третьем мир сновидений. Некоторые школы тибетского гудизма говорят о состояниях бордо и различают бодрствующее состояние, бодрствующее бордо жизни, бордо сна, бордо смерти, бордо медитации и другие. Все из них зависят от фокуса внимания, от некой степени заужения сознания. Чем меньше внимания захватывается объектом, тем оно свободнее. А если оно освобождается от отношений объекта, интерпретирующего его субъект, то оно входит в недвойственное, в неконцептуальное состояние освобождения, то есть просветление. В этой работе, в принципе, состоит сама духовная эволюция человека как существа, ведь любые духовные практики у всех мистических, как эзотерических, так и экзотерических традициях проходят три основных ступени эволюции сознания, не считая низшего нового уровня, то есть начального, общего для подавляющего большинства человеков, то есть страстного реактивного ума. Первый шаг — это ступень бесстрастности, непривязки к объектам. Вторая ступень — безоценочное состояние, непривязка к субъекту, интуитивное познание. Третье — осознание себя как «я» пространства, не обусловлено ничем. Освобождение, обожжение, теосис. Вот, в общем-то, и вся эволюция. Исходя из этого, художник-визионер может осознавать, что любой фокус внимания, внутренний или внешний, на всех планах бытия, в любом бордо, создает иллюзию, и его задача — увидеть ее, увидеть ее природу, осознать красоту взаимоотношения противоположностей как божественную игру света и тени. И будучи беспристрастными, мы видим, что все вокруг является нашей интерпретацией, потока абстрактных частиц и в некой квантовой бездне, этой бесконечной игры киароскура, а также истинный трансцендент, настоящий за этой игрой. Мистик Экхарт Талле сказал, что задачей искусства является достижение бесформенного посредством формы. Но я бы добавил, что сделать это можно лишь через искусство прекрасного, через чувство прекрасного, через ощущение красоты. Ведь красота есть ощутительная форма добра и истины, как говорил философ Владимир Соловьев. А Оша заявил даже, что красота намного более ценна, чем сама истина. Таким образом, пусть мистического художника в принципе лежит в созерцании красоты игры света и тени, но не только во внешнем мире, подобно обычному живописцу, изображающему объекты, такие как натюрморты, пейзажи и портреты. Его сезя проходит также и внутри собственного сознания, которое распространяется на те же правила и на все бродо. Условно говоря, если увидеть красоту во внешнем, природном, и потом закреплялся также увидеть красоту отношений и ощущений и гармонии внутри, то можно понять объединяющую всю суть вещей и смысл этой игры. Но он будет словесно невыразим. При этом смысле, в этом смысле visionary art, ничто иное, как духовная практика, практика мистического созерцания. Между тем, художник, по словам Николая Константиновича Рериха, должен нести некую ответственность перед обществом. Я думаю, что если спроецировать этот тезис на наш случай, он прежде всего имел в виду некую способность не навредить. Ведь если произведения художника, как визуализированные мысли в форме на холсте, аутентичны, то они могут принести вред и пользу психическому пространству, в зависимости от их заряда. Мистический художник может, подобно ловцу жемчуга, нырнув на глубину, принести прекрасную жемчужину, но он же может принести оттуда и чудовище. Многое зависит также от того, кто в нем выражается, кто в художнике выражается. По слову апостола Павла, в нас существует два человека. Один внешний наш человек, который тлеет, а второй внутренний со дня на день обновляется. Мне представляется, что это представление о внешнем человеке соответствует подобному традициям Тибета, как кармическое или концептуальное тело, которое в среде современных проповедников насылается еще телом боли. А понятие внутренний человек соответствует представлению о теле Дхармы или теле Света. В связи с этим, на мой взгляд, важнейшей изначальной задачей мистического художника является перенесение своей точки зрения из тела боли в тело Света. А христианского художника, соответственно, из человека тленного внешнего во внутреннего человека и последующая работа, и выражение исключительно оттуда. В этом смысле искусство становится не только практикой, духовной практикой, но и каналом для манифестации запредельного в наш мир. Именно в этом, как в службе Духу, я вижу главную общественную миссию Visionary Art. История Visionary Art, это уже вторая часть об истории, восходит к археической трансовой культуре самых ранних палеолитических наскальных росписей пещер Альтамира и Ласка в скульптурных работах Венера Велиндовская, Венера из Костенок и других. А в ту пору сознание человека было целостно-магическим, в нем не было разделения на независимые сферы деятельности. Наука и магия, искусство и быт были частями нерасщепленного единого мировоззрения. Дошедшие до нас произведения все еще грубы по своей технологической обработке новых, но уже в их пластическом решении можно легко заметить наличие некого способа стилизации и присутствия художественного языка, что говорит о коммуникативных и нарративных задачах к чертах, изначально присущих искусству. Суть уже действия первейшего искусства, все еще чистого от концептуальных наростов и все еще свободного от ментальных конструктов общества стала мистическая сугестивность. Ее аромат ощущается во всех образах архаического творчества наших и далеких предков. Все ранние цивилизации использовали искусство как отражение внутреннего, чаще всего в стилизованном виде. Это можно сказать как об искусстве древнего Египта, Ирана, Сирии и Вавилона, так и о любом другом, включая искусство мексиканских индейцев, жителей острова Пасхи, искусстве Азии, Черной Африки и Океане. Стилизация говорит о том, что сознание древних воспринимало реальность как отражение внутреннего, а не внешнего. Реалистичность, то есть сознание, близкое к материалистическому, появлялось в истории нечасто. В действительности, если и можно назвать искусство греков единистического периода или даже искусство китайцев династии Цинь, приближающегося к реалистическому, то только с натяжкой. То, что можно сказать и об искусстве Ренессанса. Все языческое искусство европейских народов было магическим и декоративно стилизованным. Возможно, только в протестантский период Северной Европы искусство барокко впервые явило собой вполне реалистический образец. Считается, что современное звучание в качестве самобытного личного художественного акта резинерское искусство получило в творчестве Иеронима Босха. Далее, как персональное творчество, оно развивалось в работах Уильяма Блейка, Костина Османа Спея, Символизм и Густаво Моро и Жанна Дельвиле. Сериализм, возникший в начале XX века после Первой мировой войны, подвергся влиянию философских идей дегуманизации, пройдя по пути модернизма, выделил из своей среды так называемых неогуманистов или, как еще стали называть их, неоромантиков. Главным среди них было трио родом из России Евгения Бермана и его брата Леонида и Павла Челищева. При этом нужно помнить, что русская ризионерская линия преемственности уходит далеко в седые времена. В своем эссе «Живопись и сихазма» Ирина Константиновна Языкова очень ясно обосновала и объяснила природу творчества иконописцев, мистиков и сихазцев, созерцателей фаворского света Феофана Грека, Андрея Рублева и Дионисия. Николай Калмаков, возможно, первый индивидуальный мистический художник России, продолжил традицию визионерского творчества. Михаил Врубель стал родоначальником мистического символизма в русском искусстве. Михаил Нестеров продолжил традицию. Николас Черлюнис, литовский художник, живший и работавший в Российской империи, также может по праву быть зачислен в этот почетный список. Далее нельзя не упомянуть Николая Рериха и его семейство, за которым последовала целая прияда художников-космистов. В 1923 году четыре художника Пётр Фатеев, Вера Пшасидская руна, Александр Савдан и Борис Смирнов-Русецкий образовали группу «Квадрига». Позднее к ним присоединение Сергея Шигалев и Виктор Черноволенко. И в 1927 году по предложению Николая Рериха объединение стало называться необычным и красивым именем Амаровелла. Далее дело продолжалось в лице Алексея Леонова, Олега Высоцкого, Сергея Федотова, Юрия Ушакова. Сегодня объединение включает в себя Ирину Богаченко, Александру Тихонову, Ирину Кулябину, Валерию Карагополова, Владимира Глухова, Александра Рикуненко, Игоря Анисифирова, Александра Маранова. В 1950-1990 годы в СССР по тотальным контролям давления со стороны властей работали Евгений Спасский, Виталий Стефан-Леницкий, Александр Харитонов, Владислав Провоторов, Александр Исачев, Петров Главки. Сегодня в эмиграции работает Виктор Сафонкин. В России Ваш покорный слуга продолжает поддерживать планы борьбы. Возвращаясь в Европу в 20-х, необходимо заметить, что это десятилетие играло значительную роль в искусстве молодых авторов, которые столкнулись с фундаментальным и даже эпохальным выбором пути в глобальном искусстве. Дело в том, что в последующие десятилетия с одной стороны была отвоённая художественная традиция, которая сохранила трансцендентное измерение и веру в человеческий потенциал в развитии личной духовной эволюции, ставшая неотъемлемой частью метафизического нерогуманизма. С другой стороны, перед нами предстал продукт механистического ума, закрытого для познания божественного, стекуляризированный и негилистический художественный дискурс в совершенно обесчеловеченном и дегуманизированном искусстве модернизма. Надо заметить, что стерилистическое движение разделилось именно по этому принципу. Например, Джорджо де Кирико и поздний Сальвудор Дали явно принадлежали к лагерю неогуманистов, в то время как такие персоны, как Андре Бретон и Марсель Душан оказались на противоположной стороне. Пресс-сериалист или магический реалист Кирико в целом имел в чем-то особую позицию. В 19-м году он опубликовал статью о возвращении мастерства, в которой он оправдал права традиционного искусства. В 20-е годы он стал одним из основателей движения магического реализма. Среди членов были Савиньо, Адольф Циклер, Александр Каннольт. Магический реализм и сериализм тогда находились по взаимному влиянию, но первый все же представлял собой одну из сил тенденции возвращения к порядку, которая существовала в 20-е годы после катастрофы Первой мировой войны в Европе. Название «Сильный магический реализм» происходит в названии книги «Послеэкспрессионизма магический реализм» написано немецким историком искусства и критиком Францем Рохом в 1925 году. Кстати, можно заметить, что попытки Кирикова оправдания мастерства и возвращения к порядку имели некоторые параллели с поздними попытками Сальвадора Дали спасти искусство. Вообще, нужно также сказать, что идея спасения искусства была главной в группе «Золотого треугольника», куда входил Дали, Сальвадор Дали, Арнольд Брекер и Эрнст Фукс в 70-е годы. Европа и Америка дали миру колоссальное количество мистических художников. Нельзя забыть Джоффер Босхарта, голландского мистика, чьи активная художественная деятельность пришлась на период начала 40-х годов XX века и которая стала одним из самых известных художников в стиле в послевоенный период. Его искусство имело яркие черты магического реализма, хотя он описывал его как сюрреализм на основе изучения психологии, религии, библии, астрологии, древности, магии, колдовства, мифологии и оккультизма. А Джоффер вместе с Виктором Гинфордом соучредили группу мета-реализм. В дополнение к ним в группе приняли участие Франц Эркелленс, Эльяна Лориен, Йохан Харвенс, Диана Ванденберг и Хань Конинг. Одним из самых ярких явлений в истории стиля стала школа венского фантастического реализма. Пятеро ее ярчайших представителей Фукс, Брауэр, Лендон, Хауснер и Хутер создали фундамент всего будущего движения. К нему также относит Морица Эшера. Участниками этого движения учениками Эрнста Фукса и первой волной школы венского фантастического реализма стали Бриджит Марлин, Матик Ларвейн, Д.С., Филипп Рубинов Якобсен, Джейкобсен, Роберто Веноза и другие. Также к этой школе прямо и косвенно близкий Ханс, Руди Диггер, Зислав Бексинский, Алекс Грей, Айзек Абрамс, Эндрю Гонзалес, Аманда Сейч, Куба Амброзе, Лоренц Каруана, Даниэл Миранте, Лукас Кандун, Денис Протокар, Керри Энн Бейт, Лаурия Липтон, Адам Скотт Миллер, Дэвид Боуэрс, Стивен Кэнни, Павло Амаринго, Крис Кукси, Маура Холден, Агастина Аривабена, Мартина Хоффман, Ольга Шпигель, Герман Сморенбург, Мигель Тио, Люк Браун, Сатоша Сакамото, Лимина Кая, Олег Осипов, Сергей Михайлов, Петро Гладкий, Андрей Некрасов и многие другие. В общем, это коротко... Все известные современные, да? Тех, кто живет. Знаете, еще можно несколько страниц. Да, но все как к фуксу связаны с ним, да? Конечно, вот даже если взять вот эту называемую школу, венскую школу фантастического реализма, там были первая, вторая, третья волна, там не сами называют, вот, например, это ДС часто пишет у себя, что вот есть некие волны, так сказать, учеников, он себя относит к первой волне, там второй волне он относит там поколение там 40-летних, 50-летних, ну там 30-летних, а сейчас уже там есть такие эти салаги, в общем, которые там, не знаю, лет, ну не знаю, насчет до совершеннолетия и там их уже море просто, они уже оккупировали всю Америку и очень много их, реально. Вот. И дальше я хотел бы, много не занимая ваше время, дать эту практику практику называется диаграмма, то есть слышите? А вы, скажем, методом чейнинга пользуетесь? Чейнинг? Да. Я нет. У меня другие методы, я сейчас вам расскажу, одно в одном из них. То есть чейнинг, конечно же, если вам идут образы, то, естественно, это тот же самый видишь, наверное, если это аутентично, то есть это, вы понимаете. Хотя все получают по-разному, например, там, кто-то использует ЛСД, вот кто-то Айваску, там, я знаю, Роберто Венозе, там, да, вот известный мистик-шаман, ушедший, вот, они с Мартиной ездили, там, в Латинскую Америку к племени Шипиво, там, и даже вот в этом же племени Шипиво был такой Пабло Моринго, известный еще художник, кстати, вот здесь тоже картинки, он был включить, чтобы они крутились, Амаринго, еще раз можно нажать, а, кстати, они, по-моему, не все показывают, там Маринго показывал, когда, а там не все, в общем, он сам шаман был, Пабло Моринго, тоже ушедший недавно, и у него тоже пару поколений уже индейских учеников, вот, такие, знаете, индийские пиросмонашвили, знаете, А я вас помню, этот сломен книг называется, да, Пабло Моринго? Возможно, да, и вот, и, что еще, много разных путей активизации, так сказать, сознания, да, вот этого типа, но, не знаю, может быть, холодкрубное дыхание, там, или просто сновидение, главное же проникнуть в этот уровень, понимаете, и задаться определенным вопросом, выполнить определенную задачу, я думаю, что нет, вот, например, я отрицаю эти методы, для меня уровень, так сказать, диетативных практик начинается с концентрации, ну, знаете, вот, обычная, так сказать, медитация, то есть, или концентрация, то есть, это молитва, и вот, то есть, естественные пути, без активизаторов химических, ну, вот, и один из методов, я вот сегодня приготовил, для того, чтобы, так сказать, он совершенно универсальный, его можно дать любому человеку, и есть много параллелей в различных, так сказать, специальных практиках, и военных даже практиках, там, западных, но здесь, это, сказать, это техника идеограммы, которую я хочу сегодня вам предложить, смотрите, дело в том, что идеограмма, это, очень закорючка просто, вы делаете ее простым, так сказать, движением руки, но в определенном состоянии сознания. Я вам сейчас нарисую, вот, вот, такой вот план. Прикук в чем? в том, что сознание и подсознание, вот, если взять их как вот, сознание и подсознание, они ограничены связи, лимином, они напрямую не связаны, их связывает окольный путь через тело, понимаете? То есть, для того, чтобы вытащить информацию из подсознания, вы должны делать что-то телом. Вот для этого существуют разные, там, латиханы, там, всевозможные техники в цигун, которые занимаются получением информации, таким образом. То есть, вы обращаетесь к какому-то объекту, допустим, объекту силы или месту силы, у вас возникает какая-то информация. Вы приходите, ну, условно говоря, в музей, видите шапку Манамаха, вот, называете число, говорите, что вот в этот день привиделось во сне Ивана Грозного. Понимаете? Вы в книгах по истории этого никогда не прочитаете. В интернете этого нет. Но вы можете получить прямую информацию. Вот. Вы можете узнать, например, о чем думает, там, какая-нибудь звезда. Вот. И... Дело в том, что вы, понимаете, бессознательно знает все. Вы просто должны вытащить оттуда эту информацию. Вот. При помощи этиограммы это делается достаточно дешево. Вопрос должен быть простым, однозначным. и, так сказать, не то, чтобы да и нет, но без внутреннего противоречия. Знаете, я хочу, но не могу, и там, я бы хотел знать, но мне стыдно. Есть разные внутренние противоречия, которые не дадут вам ответа, и четких вы не получите никаких образов. То есть, что нужно сделать? А нужно сделать вот что. нужно дать руке, то есть телу, вытащить из подсознания некую, так сказать, заколючку, которая запишет ответ в абстрактном виде. Для чего это делать? Часто мы не в состоянии, например, в нашем музее, или в каком-то путешествии, или в каком-то месте силы, или, например, вот вы идете, вы можете так разговаривать с морем, вы можете разговаривать с камнем, вы можете разговаривать с небом. Вопрос можно задать любому предмету, любому явлению, любому имени, можно говорить с чем угодно. Вот. И главное дать этому событию или там явлению, или предмету на себя подействовать. Вот. В этот момент, когда вы дали этому на себя подействовать, вы делаете просто абстрактную загогулину какую-то. Просто называется диаграмма. Вот так. Все. Вот, например, вот такая вот штука, вот такая. Вниз содержится весь ответ на те вопросы, которые вы задаете в эфир. То есть или в какой-то, ну, например, вы можете подойти к церкви и сказать, там, спросить Бога, например, да? Ну, условно говоря, что он от меня хочет, хотел бы, каким бы я должен быть, каким бы он меня хотел видеть или там любой ответ на любой вопрос. Делайте диаграмму. Вот. И она создает удобство для работы в последующем, потому что не всегда у вас достаточно энергии для того, чтобы считать информацию. А, например, утром, когда вы не на улице, когда нет машин, когда ничего не мешает, вы проснулись, можно попить кофе, так сказать, и сесть перед стеной и войти в состояние, так сказать, ну, околотрансовое состояние, в котором вы и записывали, в общем-то, это. Или просто спокойное состояние, или можно закрыть глаза и, так сказать, сконцентрироваться на межбровном пространстве, подышать немного и, так сказать, войти в состояние, близко к вот этому уровню альфы, который я читал. И потом просто поставить ручку на эту закорючку и ждать ответа, и все. Главное, не включать голову, понимаете, не включать логику. Сознание должно быть совершенно чисто. Потом начинают появляться какие-то образы, они сами начинают проявляться, начинать что-то такое и все. Может быть, совершенно неожиданная вещь, какая-то никаким образом не связанная как будто бы с вашим вопросом, нелогичная. Вы ее зарисовываете или просто записываете там, синий зонтик, допустим, или там, колесо, трактор. То есть, какие-то совершенно странные вещи. И вот таким образом вы можете сидеть и вот так вот прикладывая ручку к этому... А это может быть, скажем, фраза какие-нибудь? Вокумная записанная. Дело в том, что если вы настраиваетесь на, так сказать, визуальный ответ, то вы будете получать чаще всего визуальный ответ. Можно настроиться на запахи, на звуки, на что угодно, но здесь речь идет о visionary art, понимаете, и мы... визуальный ответ. Да, это можно. То есть, любая информация. Вот. вы зарисовываете вот этот вот, так сказать, ряд изображений, которые вам дадут общее представление об ответе. вы получите вкус ответа, энергетику ответа, понимаете? Вы поймете по образам, так сказать, направления мысли. Вот. И у вас будет выстраиваться общая картина ответа и общая энергетика ответа. Понимаете? То есть, таким образом вы вытаскиваете из того пространства вот эту энергию и выкладываете ее прямо на бумагу, на лист бумаги или на холст потом. Вот. Для чего это делать? Для того, чтобы вот этот материал, который, условно говоря, сырой материал, можно было потом трансформировать в живую композицию. Таким образом вы получите настоящую вибрацию. понимаете? Ту настоящую истинную вибрацию, которая будет работать в этом мире. И она будет, знаете, запитана на то трансцендентное явление или там которое было, так сказать, иммунитно тому периоду или там участка пространства или мысли какой-то. Любой информации, которая была, есть и будет. Можно о будущем точно так же. Вот. Но всем там никакой разницы нет. Будущее, настоящее, прошлое, сегодняшнее, мои мысли. Я себе могу спросить. Я могу спросить любую вещь. Вот. И единственное, что я хочу сразу предупредить, вот, мы сегодня уже об этом говорили, что эти вещи могут быть опасны. Почему? Вот я, например, бывало, что обращался к мощам святых. Это очень-очень, так сказать, высокие энергии. Понимаете? Очень. И маятник, кудма, может качнуться очень высоко. Но через какое-то время, например, я не постился, да, и не причащался. Я не готовился, так сказать, к этому, к этой встрече. А просто, так сказать, достаточно дискомысленно подошел к этому, думая о себе очень много. И вот обратился, например, к просто фотографии в интернете вообще святого Николая, допустим. Вот. Я проник, я дал ему повлиять на меня, я получил ответ. Вот, например, о Николареях очень хорошие ответы дают, четкие такие, ясные. Вот. Святой Николай очень четкие ответы дают, конкретные. Но потом можно не удержаться, можно заболеть, например, там, на пару недель простудой, там, знаете, очень серьезно. То есть, для этого надо быть готовым. То есть, какие-то вещи, вот такие, вот такие, вот высокие, нужно для себя, так сказать, понимать. Имею ли право сейчас к нему обратиться и готов ли я. А совершенно простые, там, ответы поговорить, знаете, как я спросил у Тополя, там, я спросил у Ясеня, вы можете поговорить ясен, да. А легко на карте обращаться? Можете с чем угодно. Вот, нет, абсолютно, никаких, абсолютно ограничений. Единственное, о чем я предупреждаю, чтобы потом не говорили, что, знаете, как вот человек приходит в Макдональдс, там, и пролил себе на ногу горячий кофе и потом предъявляет претензии. Я сразу говорю, что это может быть опасно, если вы не готовы обращаться к высоким планам. То есть, если конкретно, знаете, хотите медитировать на шамбулу, вы спрашиваете вопросы, то ждите ответа. Вы должны быть готовы к этому. Можете вообще ничего не получить. Еще зависит многое от темперамента человека, то есть, от его настроек, от личных предпочтений, к чему вы обращаетесь и чего вы хотели. Потом, часто бывает такое, что образы приходят, потому что они сами хотят оплатиться. То есть, вы как бы настраиваетесь на общую тему, но начинают спозить совершенно другие потоки. Вы можете дать им оплатиться, потому что они хотят этого. Таким образом вы манифестируете то, о чем я говорю, как раз, что это трансцендентное. Понимаете, работа виженариарта отличается, визионерского искусства отличается от другой, тем, что вы пропускаете на поверхность какую-то живую энергию. То есть, она совершенно запитана, как из трубы оттуда течет, понимаете, вот туда на этот холст и создаются вибрации, которая работает, люди часто откликаются на нее. И она, кроме того, начинает работать магически. Почему? Потому что это как мыслеформа, она запитывается на эту энергию, энергия имеет, так сказать, источник, все время восполняется и она меняет пространство вокруг. Вы можете менять психическую ситуацию в каком-то, так сказать, позитивном или в негативном ключе. Но не советую медитировать на кладбищах, там, знаете, на каких-то там страшных могилах, и вытаскивать оттуда это, потому что вы можете просто отравить вообще все вокруг. То есть, вы даже нарисуйте цветок, но это будет кладбищенский цветок, понимаете, он все отравит кругом. Вы можете нарисовать точно такой же цветок, но если будете запитывать его на какие-то высокие, такие уровни, и он будет вокруг все лечить. Таким образом это работает эта система. То есть, смотрите, тело не связано с подсознанием, то есть, не говорите, сознанием не связано с подсознанием. Оно ограничено лимином. Это, так называемый, сублимин, то есть подсознание. Через тело, которое является подсредником между сознательным и подсознательным, через тело, то есть, через работу рукой, вы получаете информацию из субдиминального, то есть, из глобального, как его называют, большого неизвестного, или там хроники Акаши, или его называют там, я не знаю, новосфера, там, разные названия, вы получаете это через руку. Главное, что выключите логику. Логики не должно быть. Вы просто рисуете какие-то вещи, которые вам идут, но из вопроса. Вопросы забудьте. Сначала вопрос задаете, потом о нем забываете. Делаете рисунок, потом, когда у вас много энергии, попили, там, не знаю, водички, там, встали, вам хорошо, и можете уже там. Как вы считаете, откуда идут эти образы? Оттуда, откуда вы их запрашиваете. Понимаете, вот есть адрес в интернете, да, вот оттуда вы скачиваете этот сайт, вот там то же самое. Задали вопрос, вбили, enter, все, вам пришло. Вы загрузили себе сайт, читаете информацию. То же самое сайт во времени и пространстве, то есть вы скачали. Что с этим потом делать? Вы потом берете вот эти образы, вы можете их компоновать уже, так сказать, как художник. Вы берете, так сказать, перекладываете уже логику. Вот в этот момент вы включаете логическое мышление. То есть, когда уже все получено, вот этот вот объем готов, потом вы просто все его складываете, увеличиваете, уменьшаете, компонуете, там, так сказать, формируете по пятну, по цвету, по ритму, включаете школу. И композиция, так сказать, уже начинает создаваться и работать. Потом уже ведет чисто исполнительский момент. В момент исполнения, когда художник пишет работу на холсте, уже исполняет, уже почти что этого нет. То есть, есть некое ощущение, аромат того, так сказать, той встречи. И это уже постлогический, так сказать, цикл, в котором человек включает больше эмоции. То есть, при самом исполнении живописанного нужно включать больше эмоциональную часть. Первое, то есть, интуиция, никакой логики. Вторая логика, так сказать, вторая ступень. Третье, эмоции. Эмоции создают объем и наполняют энергией уже логическое, так сказать, решение. И появляется в общем законченное произведение искусства. Таким образом. Ну а каким образом писать саму картину, это уже отдельная тема на другом семинарах. А сегодня я закончу. У меня вопрос, как понимать готовность к подобным практикам. Знаете, вот, я думаю, что зависит в первую очередь от интереса. Если вам интересно, например, что-нибудь узнать о старинной кухне, вы готовы к этому. А если вы хотите прямо сегодня что-нибудь взять из высшего, то подумайте, готовы ли, что вы вчера делали, сегодня что делали, где был ваш уровень, например, да? Вот сегодня, условно говоря, есть такая история, что вот одна девушка не могла выйти замуж. Вернее, у нее был товарищ, так сказать, парень, но она думала, что если она пойдет куда-нибудь в святое место, там попросит и у нее все сбудется. Она пошла на Кайлас. Пришла и у нее полностью разрушились отношения. Кайлас считается высшей чакрой Земли. Понимаете? А на этом уровне секс не строится. Понимаете? То есть и точно так же не строится любовь. То есть это уровень отсечения всех пластов, которые предполагают общение с самой высшей, то есть беспредметной. Понимаете? То есть Кайлас это высшая чакра, да? А ей нужно было идти туда, где любовь, либо где витальная чакра, где секс. вот. то есть есть разные такие там. То есть вопрос скорее не готовности, а скорее к тому объекту обращения. Правильно. Вот я говорю, что если например и еще кроме этого я говорю о задачах. Вот вы готовы например к любви или к сексу, а думаете, что вы должны обратиться к Святому Николаю. Нет? Понимаете? То есть вам нужно обращаться к такому плану. То есть обращайтесь к тому, к чему вы готовы в своих а бывает такое, что человек думает, что чем лучше он обратиться, чем он более гордый, тем он так сказать более высокопарный, тем он быстрее достигнет низших низменных каких-то более не то чтобы низменных, но более низких планов. Планы должны соответствовать. Один так сказать не нужно тоже обращаться к низшим. То есть старайтесь примерно представить, что может вам помочь, на каком уровне и так далее. Вот можно не знаю там знаете как святые делятся тоже на разных один помогает от одного другого третьего третьего там. Знаю историю хотя очень важного жизненно важного характера. И вы получите эту информацию. И тогда к вам придет много энергии для того, чтобы ее расшифровать, визуализировать, манифестировать и потом сил хватит, чтобы это написать потом. Понимаете? Потому что часто художникам не хватает сил, чтобы он пишет, переписывает, стирают, опять заново пишет, сжигают, новые холсты, грунтуют опять. То есть должна прийти еще сила. Сначала надо понять, для чего ему надо это. Ну, поиграть с этим тоже можно. То есть просто ходить по музею и говорить с Рембрандтом, например. Там есть разные техники. Можно вообще стать Рембрандтом в этом моменте. И понять, как он писал. Но лучше просто обратиться вот таким образом. То есть он будет отвечать, это как бы не он, а поле, это пространство будет отвечать. Но и с той точки и, так сказать, ожидания. И с того сайта, и с того пространства интернета. А подсознание на какую роль играет? Подсознание? Да, подсознание. Подсознание это то, что нельзя описать. Вы понимаете, подсознание это то, что никаким образом не контролируется, пока вы не расширите область своего, так сказать, рассудка, не рассудка даже, а осознанности на все подсознание. Но пока вы, условно говоря, не станете просветленным. Понимаете? Вот вы сидите, например, сейчас так, нога, вы так скажете, я положу ногу вот так. Нет, вы так не скажете, вы бессознательно это делаете. Подсознание направило вашу ногу таким образом. Почему? Понимаете? Вы этого не знаете. Попробуйте ногой это сделать, диаграмму, потом это сами снимите, и они скажут, вот поэтому. Знаете, вы увидите образы, там пойдут какие-нибудь собринки там. Можно хоть передатчик подсознание про с точки с теми спрашиваю. Извините. Может быть, хоть передатчик. Да, да, вы просто тело делаете передатчиком. А тело передатчиком? Тело передатчик. Конечно, вот вы рукой делаете это вот, движение, понимаете, и это передатчик. То есть, главное, вы не должны ничего понимать. Понимаете, вот задали вопрос. Отключите логику. Отключите логику. Вообще, мозг вообще выбросить. Его нет. Демонстрация была хорошая раз. Отключили логику. Да. Ну так раз, там что-нибудь такое, и все. Положили в карман, пошли. У меня блокноты зарисованы такими, закаючками, там, я только подписываю, там, Веласкис, там, еще тут, вот, хожу там где-нибудь. Андрей Рогалев. Ну, то есть, кайф в чем? В том, что вы обращаетесь напрямую, то есть, без текстов, без посредников каких-то, без проповедников, без интерпретаторов. Вы сами интерпретируете реальность. Вы хотите, говорю, узнать что-нибудь там о каком-нибудь герое каком-нибудь историческом? Просто свяжитесь с ним, позвоните им, понимаете, вот так. И все. И вы получите эту информацию. Вы получите этот вкус, запах, вы получите этот образ. Вы начнете его вытаскивать, 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 и, может быть, и зарисуете несколько листов. Надо много таких, надо много дешевой бумаги для этого. То есть, не нужно дорогую, не нужно дорогую. Дорогую бумагу нужно только для исполнения композиции. Вот такая техника. Это техника прямой метафоры. То есть, вы получаете прямую метафору из откуда угодно. Даже, между прочим, со снами можно так работать. Вы увидите сон, вы не понимаете его смысла, вы обращаетесь, делаете идеограмму и уже в состоянии, когда у вас много энергии, то есть, когда вы отдохнули, когда вам спокойно, никто вас не беспокоит, выключили телефон, вы можете рисовать какие-нибудь кораблики, что угодно. Главное, не предъявляйте к себе претензии. Ой, некрасиво нарисовал, или губки не такие, надо, знаете, рисуйте, что приходит. Вот просто что-то. Олег, а в этом ключе вы могли бы дать комментарии к некоторым из своих картин, скажем, молитве, Иван Царевич, любой такой, из каких настоев, с кем вы получили какие-то, может быть, пример для нас всех был какой-то. Есть такая работа, у меня здесь, не знаю, здесь можно включить, просто не. Чисто веденевская работа называется, я клянусь ее, я ее назвал условно, потому что я так ее интерпретировал, то есть, это чисто ведение. Она была получена, первый образ получен был из трансовой ходьбы, это вообще другая техника, поймите, я вам даю только одну технику, есть разные техники. А вторая просто лежит на диване, знаете, техника лежания на диване. захватывается. Хорошая техника, да, для транса? Мой тесь назвал творческое движение на диване. Правильная лень. Правильная лень, да. Главное задать вопросы в эти состояния и главное не логичить, понимаете, не логичите, выключите мозг, вот, и потом могут приходить вопросы. Вот так. Ваши картины промотались, уже Фукс идет. Да, Ярнс Фукс. Я не знаю, мне кажется, что не все папки, я две папки загрузил, вот этот Игорьич, это будет Марлин, это Роберто Винозер, это он тоже, это Винозер, Айвазка, кстати, вот он получал из Айвазки, видите, да? Это Мартина Хохмар, портрет мужа, да. Это Мартина тоже. И ее работа. Портрет. Это Калмаков, это Алекс Грей, вот он рисует, это он сама Андрей Сейч, это ее работа, вот тоже ее произведение. Это Рубинов Яковсен, вот Джейкобсен, это АДС, это он же, он в основе своей работы. это Матик Ларвейн, обе работы. Это тоже Калмаков. Вот это Пабло Маринго, шаман. И Шипипо, я имею в виду, это Шипипо. Это Ольга Шпигель, это Сафонкин, Виктор Сафонкин, это один из наших известнейших художников, живет в Праге. Вот. Это Даниэл Миранте, это Агустина Ариева Бене, супер художник. Это Рерих, это опять Ариева Бене, это Ангел Горзалес, тоже классик вообще сейчас уже. Это Адам Скотт Миллер, это его уже работа тоже. Это Рерих, видите, Мояк любит, вместе. А это? Это же Чилищев. Чилищев тоже. И картина. Кстати, Аликс Григорь говорил о том, что у него, так сказать, он получил большое влияние именно от распро-боложника Павла Чилищева. Я тоже так и думал, когда смотрел как-то как-то начинал. Смотрел, она закончилась тоже. Ну и все, не все работы мы там, не знаю, как-то. Вот такой небольшой, это вот Иван Циревич, как артист, здесь это совсем другая работа, магическая такая. Это апостол Павел, это блудно-силе, это мои работы. Затвращение блудного угла к своей природе, своей, так сказать, сознания. Это Иссихаст, это непосредственно Иссихастский опыт, я занимался Иссихастской молитвой, Иисусовой молитвой три года. Это Генезис, это Василиса, прекрасная сказка, русская сказка. Это незорная рыба, моя работа тоже. Это Атал, Кайлас, и Руна. Это Михаил, потом это Тесейв и Наташ, башня Эго. И вот, я думаю, все-таки как раз шесть было. В некоторых работах вы, как Вильям Блейк, там, очень такая вот фактура похожая. Да. Блейк, это основание, так сказать, силуэтом. то есть, вот Риджид Марлин, она принадлежит и в британской школе тоже мистиков. Она мелькнула, как и Блейк. Вот, в общем-то, все. Если есть вопросы, давайте просто. Вопросы, коллега. А вот вы говорите в Альфа-Ритм провоцируете каким образом? я сказал, что Альфа-Ритм я не провоцирую при помощи каких-то химических активаторов. Я говорю, просто вы можете, знаете, вот есть такая вот практика, как вот есть, например, известный метод Сильва, знаете? это метод Сильва. Да. Запишите, потому что там много чего вообще есть у него. Это, у него, знаете, у него многие чего взяли, а потом преподавали на своих семинарах как свое. А он, я думаю, сам взял, у индейцев тоже. Тоже преподавал как свое. Ну, в общем, не важно. Это мои, так сказать, домыслы, потому что я во многом пересекающиеся мысли там встречал. Так вот, там можно, там такая техника, обратный отсчет, значит, от 50 до 1. Вот. Но вы должны визуализировать эти цифры. Там 50, видите, там, вот это. Но это, знаете, сначала, потом вы это закрепляете якорем, например, техника трех пальцев называется. Потом вы просто делаете три пальца и вы уже в альфа уровень. То есть, но это надо долго готовиться. Есть другие дыхательные практики, там, вы можете просто дышать и смотреть на центр между бровей, закрыл глаза. Вот. Вы войдете, так сказать, в нижний альфа уровень. То есть, еще не будет не глубокий, а оно уже такое состояние между возрастом и сном. то есть, вот в этом состоянии, чем глубже вы в него погружаетесь, тем лучше, так сказать. Это состояние, когда нет, знаете, когда вы почувствуете, что нет беспокойства, вот нет страхов, ушли страхи, там, переживания, беспокойства, там, вам хорошо, вы можете в этом состоянии работать. его еще называют базовым экстрасенсорным уровнем. это не экстрасенсорика, но что-то так, низкое. То есть, просто, можете, например, есть такая техника, вы можете представить, что вы спускаетесь по ступеням вниз, по винтовой лестнице, вот, считая от 10 до 1, там, только вы должны видеть это реальные ступени, там, 10, 9, там, спустились на первую, вы говорите, я на Альфу, все открывает, и мы на Альфу. Вот. Да, то есть, вы можете посмотреть в интернете спустили, так сказать, потом, это состояние очень близко к просыпанию или к засыпанию. Вот, когда вот вы засыпаете, да, между, знаете, сном и бодрствованием состояние такого, которое, которое вот примерно вот эти все волны приходят. Вот, это всем знакомое состояние, к нему можно, к нему можно, но главное, чтобы в этом, при этом, не реально засыпать, понимаете, то есть, это надо быть одновременно бодрствующим и спящим почти. Вот так. и тогда вот пойдут такие вот достаточно четкие картинки. Но их не надо насиловать, не надо себя заставлять их получать. Просто вот ждите и все. Ждите прихода, и он идет. то есть можно на выставку прийти к вашим работам и совершить этот жарт. Получение стать вами, можно сказать? Вы можете, да. то есть, ну надо ли, да, вопрос? А вы готовы? Да, даже сразу ожидается вопрос, вот так. И я не готов. Да, вы можете, почему или нет? Ты это я, я это ты. Ты мы это, они это, мы все. Вы тогда, я это то, то это я. Спасибо. Спасибо. Можно еще подробнее о картине Исихея? Исихея? Да, как она, что там за практика Иисусовой молитвы, как эта картина возникла? Можно пролистать, чтобы при нем было закрытие редактора? А вот, знаете, я не умею. Отдельно открыть картины, может быть? сейчас. Вот можно так вот, в треночке, да, да, можно просто. в треночках, а так просто? А, так сейчас она включится с лайдшопом? Нет, нет. Не стоит шоу, а, а. Вот, стой. Вот она опять убежала. Сейчас я тогда по-другому сделаю твои музыки и программы. Не знаю, как она работает. В общем, где-то в начале девяностых годов, примерно, я не знаю, может быть, 92-го, 93-го, я стал заниматься углубленно, так сказать, практикой Иисусовой молитвы. это секретарьская практика, то есть, все это было по благословению батюшки, сразу вам скажу, что не самочинно, я, так сказать, от гордыни прошел в это. Вот. Но и знакомство своим, личное знакомство с священником, мы интересовались разными, так сказать, богословскими текстами и вот занимались практиками. В первую очередь, практика Иисусовой молитвы. Из чего она как бы состоит? Это обращение к Господу Иисусу Христу. Прямое обращение, но не как внешнему образу, а как к центру своего сознания внутри сердца. То есть, вы обращаетесь, спуская ум, так называемый, в клеть свою, зайди и захлопни ее и помолись тихо. То есть, вы входите умом в сердце, в верхнюю часть сердца, в правую часть в правую верхнюю часть сердца, концентрируете свое внимание. И при вдохе говорите Господи Иисусе Христе Сыне Божий, то есть, вдох идет в сердце, а потом при выдохе помилуй меня грешного или грешного. Потом опять. В общем, все время при вдохе вход, при выдохе выход. И при этом чаще всего это все читается четкими. Одно немножко, да, для того, чтобы, так сказать, отмерить вообще, сколько там, чтобы не забыться, в общем-то, чаще всего это 40, там бывает, сколько там, вот можно 33 по возрасту Христа. 33 – это число полноты возраста, так сказать, Христову. И все, в общем-то, вся техника. Что-нибудь представлять или какие-то дополнительные инструкции? Вот как раз-таки наоборот, православная традиция запрещает что-либо вообще представлять. Это очень негритация. Сейчас, давайте посмотрим. Да. Например, святой Иоанн Златоуст говорит о том, что даже перед иконами, когда вы приходите в церковь, там надо смотреть на икону и опустить глаза просто вниз. То есть, вы должны настроиться на это, почувствовать присутствие и опустить глаза для того, чтобы не было никакого образа. Потому что, когда только возникает образ, вы на этом уровне и остаетесь, на уровне образа. Вы не пройдете дальше. И этот образ становится демоном. Понимаете? То есть, так называемая прелесть. Вы можете креститься, то есть, вы наполните этот образ энергии и он может явиться в виде ангелов. Вам покажется, что вам уже ангелы приходят, вы такой уже продвинутый и все. Можно отвозить, так сказать, называть врачом. Да. И все. Понимаете, человек пришел, Тима Бишлян, вы знаете. Ну и раз же без проблем все это пошло, да? Ну как без проблем? То есть, я заставил всю семью поститься, понимаете, мучил всех стран. Всю семью, да? Да. Конкретно, то есть, сегодня едим с маслом, завтра без масла, потом готовим на огне, без огня. Ну там, там, по календарю, там очень лютичет. Понимаете, я еще называю этих православных провансальных, потому что там, понимаете, в майонезе есть молоко, там влиять, нету, едим, нет, значит, едим. Знаете, то есть, это такой, провансальные практики, ну, вот я их прошу, вот, года три примерно, вот, все службы, все причастия, все миропомазания, исповедь, молиться, поститься, слушать радио радость. Не каждый день, а всегда. Всегда. Понимаете, дело в том, что Иисусова молитва, она не предполагает времени, вы должны молиться всегда, во сне, проснулись, в туалете, там, не знаю, из туалета выйдя, там, едите, просто всегда. То есть, забылся. И где что-то горько взять, чтобы там отмолить, если не пристанно можешь. Ну да. Так говорится, не пристанно молитесь, вы должны сами стать молитвой просто. Вот вы и молитва, это одно и то же, ходячая молитва. То есть, и вот вы потом, через какое-то время, вы начинаете понимать, что, что контекстные связи все сжигаются просто. То есть, вы, она очень мощная, понимаете, это страшно мощная практика. Я никому не рекомендую, потому что, то есть, кроме монахов, то есть, монахам, да, священники ее рекомендуют всем, но они сами ее не пробуют, понимаете, поэтому они такие пузатые чаще всего. Ну вот. То есть, должна быть аскетизм, должен быть? Ну, это называется mental access, то есть, это ментальная аскеза, понимаете, то есть, и практикуя ментальную аскезу, вы через какое-то время понимаете, что вы становитесь дураком просто вообще, то есть, вы ничего не понимаете. Вот просто глупец, знаете, которые не вне мира себя. То есть, во-первых, вам все равно, потому что вы ничего не едите, и вам не хочется ничего. Во-вторых, вы ничего не понимаете. То есть, вы просто ничего не понимаете. Что там, вам понятно, что вот в Евангелии происходит, куда там, вот, и Аким, и Анна, там, вы понимаете, вы понимаете, что там, они побежали в Египет, там, вот это вы понимаете. А что там на остановке происходит, вы этого ничего не понимаете вообще. То есть, это совсем вы уходите в другой мир образов. То есть, и вот эта энергетика, она культивируется все время. Она крутится в сердце, так сказать, и вы через какое-то время начинаете даже понимать, что вам все равно вот семья, дети, там, карьера, практики какие-то, вам вообще все равно. То есть, вот. Но, так сказать, через какое-то время, вот, возвращаясь к картине, я пребывал, так сказать, на молитве, там, в паломническом, в паломническом, там, туфе, в Киево-Печас-Ки-Лан. Просто вот, шел в дальние пещеры, хотя я был совершенно настроен, так сказать, мой ум работал в плане беттера. То есть, я был спокоен при обычном состоянии, я не был в какой-то медитации, там, или в трансе, или в молитвенном состоянии. Хотя, то есть, молитва, молитва, она уже автоматически идет, но ты часто даже ее не осознаешь. Вот. И я пришел каким-то таким вещмешком, вернее, не вещмешок, а рюкзак, знаете, там, что было написано «Барселона», там, какие-то футбольные какие-то соревнования. Вот. И мне, я стоял в коридоре, тут был слева какой-то или монах, или какой-то послушник, прямо передо мной человек в семь очередь, стояли на мир помазали. Вот такие храмчики там такие красивенные, просто такие историчные, знаете, эстетичные, я вот это обалдею все. Вот такое все, как говорят, такое мракобесное все, такое все, православное. Вот я очень люблю это все такое, знаете, такое все ладаном пахнет, там, очень приятно, свечи, свечет, на руку капает. Вот. И он мне говорит, сними, и я говорю, взяк. А я снял просто, вот просто послушался и снял, положил его, не положил, а повесил на лакеток просто. Вот в этот момент, в самый, просто, я, еще раз, не практиковал особо, какую-то там концентрацию в этот момент, там, ни Дхьяны, ни Дхараны, ни Иисусу Молит, просто, условно говоря, стоял в очереди. И вот в этот момент, я почувствовал, как с ног до головы, и с головы до ног, у меня проникла какая-то невероятная благость и сладость, понимаете, просто невыносимо хорошо стало. Это невыносимо, нельзя вынести просто. Это вот поток света, невероятный какой-то, неизъяснимый, знаете, вот этот вот запах, похожий на запах лавана. Очень приятно, очень хорошо. Это даже нельзя назвать очень приятно или хорошо. Это вообще что-то за пределами этого. Это какой-то сверхоргазм какой-то, знаете, такой запредельный. Просто, вот, это невыносимо хорошо просто. Нельзя вынести. Знаете, невыносимая боль, а вот это невыносимый, да, невыносимый кайф. Просто запредельный какой-то. И вот я в этом состоянии пребывал какое-то время, просто, смотрю, вот так вот справа, остаю я сам. Стоит мое тело, я, но я состою из какой-то, такой субстанции. Знаете, как бы табачный пепел. Вот, вот такого плана. Вот она такая серая какая-то вот. Я так немножко удивился. То есть, никакого волнения нет. Просто вот, ощущение просто какой-то радости такой. Это, это нельзя вообще передать. Вот. но через какое-то время, вот я себя увидел, что я стою вот так вот в том, вот так вот, выйдя из очереди, и смотрю на какую-то нишу там, а там у меня большая иконка была. И на меня это послушник или монах, он тоже на меня так смотрит. А я, знаете, как будто бы человек, которому плохо. Знаете, такой вот так. Или наоборот, очень хорошо. Знаете, вот встал и так вот, ну и все. И через минут, там, не знаю, минут пять, может быть, десять. вот такая ситуация. И получив такое вот ощущение, такой опыт, я просто, ну как бы, во-первых, я понял, что, что все это по-настоящему. Вот все, вот то, что там пишут, там, там, про боженьку, да, это все правда. Вот я это для себя понял, это все, блин, это все правда, я думаю. То есть я вот там практиковал какие-то, ну там вот эти три года, там, о которых я рассказывал, там, всех мучил, там, и себя мучил, и ничего подобного близко не было, но были какие-то там, ну состояния, знаете, такие вот умиления, там, какие-то такие вот спокойствия, какие-то там состояния, там, даже радости, но вот такого, этому нельзя противостоять. Понимаете, вот это я сравниваю еще с тем, как если бы кто-то противостоял выпитым в бутылку водки, знаете, вот наливаешь и пьешь, две бутылки водки, я не пьянею, знаете, после двух бутылок посмотрим, то есть я имею в виду, что ты можешь что угодно говорить, но ты будешь все равно очень сильно выпившим, пьяным, понимаете, то же самое, вот если сравнить с этим, то есть ты будешь пьяным от духа, это нельзя никаким образом вот этому противостоять, это просто опьянение духа, понимаете, вот просто совершенно неуправляемая ситуация, то есть это нельзя придумать, это не показалось ни одной из там умственных состояний, там, или душевных, это, во-первых, я понял, что это все по-настоящему, это все правда, Боженька есть, второе, я понял, что увидел, моментально получил трансформацию сознания, то есть некое осознание того, что он там настоящий, вот это все настоящее, а мы тут нет, то есть нас нет, понимаете, вот такое ощущение я получил, что оно там все есть, вот этот свет, а я вот этот вот, как бы, как проекция, знаете, на православных иконах, вот, Христос держит Евангелие, и у него, Евангелие сокращается к нам, обратная перспектива, вот это перспектива реальности, то есть реальность уходит из, из духа к материи, это другая перспектива, это, ну, как бы, трудно понять, но перспектива от реальности к нереальности, и чем более материальный мир, тем он менее реальный, понимаете, и чем более социальный мир, тем он менее реальный, все наши отношения зависят друг от друга и являются, так сказать, проекцией друг друга, если, вот, например, условно говоря, это стол, но кто нам сказал, что это стол? Кто там? Вы только что сказали. Да, это концепт, мне сказали, например, мои родители, это стол, вот, на самом деле, это вообще абстрактный предмет, который мы называем концептуальным столом, это концепция, правильно? Он, он стол по отношению, например, к стене, а почему это стена? Это тоже концепция, то есть, вот этот мир, так сказать, концептов, который вокруг, так сказать, вокруг нас, создан уже, создан, да, общественным соглашением, то есть, мы создали его просто, договорившись, что вот, словно говоря, это бумага, да, это общий принят. Вот это все нереально, то есть, вот когда, вот, этот уровень нереальности становится, так сказать, точкой горизонта, то, можно понять, из какой стороны оно проецируется, то есть, оно проецируется из невыразимого, а то, оно там реально, вот это, как бы, вот, это я просто почувствовал и очень ясно увидел, то есть, первое, то, что это все, есть, и второе, то, что там реально здесь, вот, Бог реально, это вот, а здесь вот я пробовал на этой работе передать, в этой работе я попробовал передать состояние вот этого эксаза, это некое эксатическое состояние, практика Иисусовой молитвы и сихаста. И сихазм, это учение православной церкви, оно практикуется сейчас на Афоне, но вот в Коктинных пусты, во многих монастырях, это та же самая Иисусова молитва, и когда он приходит в состояние тишины, то он приходит к этой эссихии, так называемой, по-гречески эссихия это тишина, покой, это вне концептуальный покой, то есть нет вот этих мыслей, нет концепций, нет представлений, вы находите в состоянии запредельном вот этим всем так сказать явлением. Вот это есть и сихия, или есть покой, тишина, безмолвие, и вот эти безмолвники сихаста, они так сказать, обретают в этом пространстве безмолвие божественные энергии, как описал Григорий Палама, Максимов Поведник, вот, в этом пространстве человек может обрести через незнание, через полное, так сказать, отсутствие концептуального представления о Боге, просто из ожидания и из верности, из направленности, так сказать, Духа, вот эту вот встречу с Богом, вот в этой тишине. Вот, и эта встреча как бы сама по себе является обожием, то есть в этот момент происходит теосис, это состояние в общем-то конечной цели, последней остановки в православной практике, когда человек становится Богом, так как Бог стал человеком, то есть, ну, это формула православия, когда говорят, что Бог стал человеком для того, чтобы человек стал Богом. Вот, это именно та же самая ситуация. и, как бы, свое собственное практическое чувство, вот это вот опытное, я глядил в этой работе, вот, эта энергетика, она передана в этом образе, но, здесь как бы изобразил, естественно, не себя, а практика, вот, и, некий атомный взрыв, взрыв эго, как бы, знаете, и вот эти четкие, разорванные, они же ведь разорванные, ведь это маленький ум стал большим, понимаете, то есть, маленький человеческий ум стал умом Христова, то есть, ну, это такой символизм, и вокруг космос, энергия, и, в общем, это космическое сознание, как бы, сверх космическое сознание, вот, реализация, просветление, обожение, вот, вот, что-то я там, вроде, а ощущение от этого вы можете получить, глядя на вот эти вот, ритмы, то есть, ощущение вот того, что я почувствовал. Спасибо большое, Олег. И, будь так, скажите, где сейчас выставка, те, кто желает, могли. Да, кстати, вот этот текст, я вчера зачитал, ну, с некоторыми изменениями, в части из него, в открытии выставки, в прекрасном эзотерическом клубе Шанти. Шанти находится по адресу Мясницкий проезд, по-моему, 2, дробь 1. Вот. И строение. Вот. Выставка проходит до 20-го числа, пожалуйста, приходите. Я там не всегда бываю, но если договоримся, если договоримся, я вам приду тоже. Там чай дают, замечательно, просто такое. Ну, там вообще, то есть, это клуб, исторический клуб, там есть... А воду, воду там чистый, Да. Как я сказал, бармен, не все так плохо в этой жизни. В этой жизни, коньяк, тоже дают. Ну, то есть, там ресторан, вот, отличная кухня, азиатская кухня. И есть выставочный зал, вот, там есть алтари, там много чего-то. Вот. Прекрасные хозяева, замечательные люди вообще. У меня еще последний вопрос, связан с тем, вы говорите по разной практике, да? А используете ли он музыку вообще? Да, да, я использую, конечно. Ну, каждый раз разный. Чаще всего, я слушаю Рамштейн, ну, вообще металл, то есть, в основном, когда, когда... Знаете, почему? Потому что металл подключает мозг, он сносит вообще. Он создает такую, такую ауру, знаете, вот, когда отсекаются все посторонние звуки, через какое-то время я вообще ничего не слышу. Нехорошо. Я слушаю тишину, как нарезы. Ну, да, ну, возможно. То есть, вот, сначала для таких вот практик получения информации нужна тишина, вообще полная тишина, желать. А для исполнительских практик вы можете любую использовать. то есть, вы можете использовать какие-то, знаете, если вы что-то рисуете душевно, надо, чтобы что-то было такое, знаете, вытрагивающий сердечный центр, что-нибудь какие-то страдания, вот тогда вы настраиваетесь, начинаете... И не негативные. Зависит от того, что вы делаете. Конечно, если вы хотите создать какой-нибудь образ, я говорю еще, что это зависит от того, что вы хотите, если как вот маг, вы работаете, вы хотите трансформировать пространство, вот, чтобы здесь все сдохли, да? Да, вы вытаскиваете такую энергетику, понимаете, настраивать, но вы можете сами просто пострадать, так? И, единственное, что все здесь истерились, да, вот все, просто всем было очень здорово. если вы будете делать что-то такое доброе, то и центры такие должны задействовать, и образы, и источник, понимаете? Как написано, не может один источник давать горькую, сладкую воду, понимаете? То есть источник должен быть, должен соответствовать тому, то есть задачи, которые вы выполняете, да? Вот цены. Светлый, светлый. То есть как исполнение? Ну, ниже исполнение. Не к рождению, ну, музыка, да, это же. Ну, только уже исполнение, музыка используется, после этого, получил уже какую-то информацию, и потом уже, вот, по музыке там. Ну, как это обычно? Да, можно вообще не использовать музыку, это зависит от того, просто, вот, от ваших личных предпочтений. всегда по-другому. Но я тут спрашиваю, почему-то, потому что иногда я просто в тишине это делаю. Да, замечательно. Я иногда слушаю музыку, иногда слушаю, это не так. Да. Спасибо. Спасибо. Спасибо всем. Сейчас маленькие пересмены, и у нас там. Субтитры сделал DimaTorzok